Александра Морозова Александра Морозова Александра Морозова Александра Морозова Вот он эту песню ассоциирует, а вот это «Душа болит, а сердце плачет» – это же песня Шафутинского. Ну так у нас устроено, а тем более в последние годы вообще у нас авторов практически не объявляют. А тот, кто любит, слез не прячет, ведь не напрасно душа болит. Вот для Шафутинского написали пророческую песню «Ты для меня, Мариночка Марина, любовница, невеста и жена». И в это время там была ваша Марина Парусникова, которая стала вашей нынешней музой. Да, действительно, это много лет назад было. Я приехал к Мише в гости в Лос-Анджелес, и там был Илюша Резник. А ему на следующее утро надо было улетать в Канаду на день рождения к некой Марине. И он говорит, у тебя про Марину нет песни? Я говорю, у меня вообще Марина знакомая есть, но песни нет. Он говорит, ну вот, попробуй написать. И мы с Ильей за ночь написали эту песню. Который год я по земле скитаюсь, но голос твой летит за мной. И каждый раз к тебе я возвращаюсь, к тебе одной, к тебе одной, к тебе одной. И когда мы встретились с Мариной в тот памятный год, несколько лет назад, разговорились, и я выяснил, что она в это же время, в это же время она была в Лос-Анджелесе по своим делам, по телевизионным. Это какая-то мистика просто. Прекрасная синьора, синьорина, И так надежда мне всегда нужна. Ты для меня, Мариночка Марина, Любовница, невеста и жена. А еще удивительнее, что о существовании такой Марины Парусниковой, моего продюсера и моей жены, я узнал от моей сестры еще в 80-м году, когда была Олимпиада. Она была в группе награждения, Марина Парусникова была в группе награждения от Москвы. Марина, это действительно ваша судьба, потому что она для вас Мадонна, она ваша муза, и в то же время она ваш продюсер. То есть все в одном флаконе. Когда мне нужно было провести концерт в Кремлевском дворце, посвященный 50-летию, это 5 лет назад, все звезды должны были, надо было декорации сделать, а я это не умел делать. Я просто в панике был, оставалось немного времени, буквально месяц до концерта. Я думаю, что делать? Включаю телевизор, вижу, Марина ведет программу. И меня как пробило, я говорю, вот с кем надо срочно встретиться, посоветоваться, все-таки она мне не откажет. Я ее нашел, мы пошли с ней в ресторанчик небольшой, около храма Христа Спасителя, просидели там 4 часа, провели шикарную программу, а жизнь продолжается. Она оставила ради вас мужа с двумя детьми? Ну не сразу, но в принципе я считаю довольно скоро, через 3 месяца мы уже были вместе. Она ради вас отказалась от модельного агентства, от театрального агентства? Ну это ей лучше, наверное, знать, потому что я в то время, на момент нашей встречи, уже был свободный человек, после трех неудачных браков, от которых у меня осталось трое детей. К счастью, я со всеми детьми своими дружу, мало того, посвящаю даже им песни о сыне. У меня есть песня, которую я посвятил своему первому сыну. Саша Морозовой дочке я написал песню «Папа, подари мне куклу». Но у вас не только очень хорошие отношения со своими детьми, у вас еще лучшие отношения с Мариниными детьми. Ее дочка Май поет у вас... Даша, Даша Май, да. Вы знаете, я считаю, что это возможно только в том случае, когда люди очень ценят друг друга и не представляют своей жизни друг без друга. И вот тогда все, что связано с твоим любимым человеком, это тебе близко и не может быть по-другому. Потому что когда такие недомолвки, это значит, что надо искать в себе какие-то проблемы. А поскольку у нас с Мариной нас, я считаю, Господь Бог свел, вот сама судьба, поэтому у нас этих проблем не было. А жизнь наша зебра в полоску она, за белой полоской темная. Но ты моя зебра такая одна, что темных полосок не помню я. Когда Даша Май презентовала свой альбом «Неприметная красота», все говорили, что название очень контрастирует с ее шикарной внешностью. Даша действительно очень такая яркая девушка. Несмотря на свою вот такую яркость и броскость, у нее очень трепетная душа, она очень скромный и добрый человечек. Поэтому мне кажется, что эта песня больше соответствует ее внутреннему состоянию, нежели внешне. Как вам удалось завоевать сердце женщины, которая первая в Советском Союзе провела конкурсы красоты, например? Марина меня пригласила, я помню, на свою программу «Козырная дама», посвященная 8 марта, и одни мужчины принимали участие в этой программе. Слава Добрынина, Юра Антонов. И я на гитаре как раз спел песню «Не покинь меня, не покинь». И вот когда я пел, Марина так рядом с оператором стояла, и я прямо смотрел ей в глаза, и произошло вот то самое, что трудно передать словами, это не запланировано ничего. Что-то такое произошло. Но в то время я понимал, что нельзя давать развитие этим чувствам, которые прошли так, как искра, потому что у нас были маленькие дети. Но, видите, с другой стороны, жизнь все поставила на свои места. Произошло то, что, наверное, должно было произойти, только я не знаю, за какие заслуги мне Господь Бог уже в зрелом возрасте сделал такой подарок. Действительно подарок. Она вас продолжает вдохновлять. Я читал, что вы ей играете на гитаре специально для нее, хотя уже больше шести лет вместе. Ну, мало того, вы представляете, какое количество песен за эти пять лет я написал. И у нас утро-то начинается с того, что Марина, когда приходит в кабинет сюда, вот я сижу у рояля, и все, что у меня из пера выходит, все новые песни, я в первую очередь, конечно, показываю ей. Первый раз вы исполнили песню в детстве «Сижу на нарах», вам было лет пять. Мне очень хотелось понравиться им. Я подумал, что же спеть, и думаю, споют ту самую песню, которая самая популярная у ребят на улицах. А я был, ну, фактически, беспризорный, ну, в такие годы, 50-е годы. И ходил с ребятами в компании, которые пели на гитаре. И вот я встал и запел. «Сижу на нарах, как король на именина». Ну, я всю песню не буду петь, но я думаю, что вот вы улыбнулись, и вместе с вами улыбнулись многие телезрители старшего поколения, потому что эту песню знают все, когда качаются фонарики ночные. Просто не знаю, что эту песню написал Глеб Горбовский, замечательный, удивительный поэт, который еще жив, к счастью, в Ленинграде. Так вот, когда я дошел до третьего куплета, сижу на нарах, мама мне строгим голосом говорит «Прекрати сейчас же, прекрати все». И, в общем, наказала меня, хотя при этом гости были очень довольны, смеялись все. И она говорит, чтобы я больше не слышал никогда эту песню. «Когда качаются фонарики ночные, и черный кот придет украдкой удовольный. Я сам домой иду, я никого не жду, я, Бри, спокойно отправляюсь на макой». И вот прошли годы, я приезжаю в Ленинград, становлюсь композитором и ищу себе поэтов, соавторы. Я говорю, кто в Ленинграде самый лучший поэт? Мне говорят, Глеб Горбовский. Я пошел в Дом книги и стал искать сборники. Нашел сборник поэта, прочитал, действительно мне понравилось, потом разыскал через Союз писателей. И уже когда мы с ним стали сотрудничать, я вдруг для себя узнал, что это тот самый человек, который написал легендарную песню. «Сижу на нарах, как корольный именинг, за который мне досталось». И потом мы с ним написали еще одну песню, которую знают хорошо многие. Знаете, такая песня «Он вышел родом из народа». У помещения пива воды стоял не пьяный постовой, он вышел родом из народа, как говорится, парень свой. Глеб Горбовский, который написал столько любимых народом песен, процветает. Ему уже было 60, он был оставлен женой своей, разменяли квартиру, и он проживает сегодня в маленькой комнатке, в коммунальной квартире. «Разбудите меня после жизни, друзья, через тысячу лет, быстротечник, чтобы снова услышать в груди соловья, колокольчик услышать сердечник». А завтрашки и права он ничего не получает? Сегодня у нас, к сожалению, этот механизм не работает, он утерян, потому что у нас как-то конвертизация идет, а артисты получают в конвертах. В основном-то популярные наши артисты, даже те, к которым к открытию имен таких громких, я имел тоже отношение, там тоже недалеко ходить, за примером Николай Басков, Николай Гнатюк, Ярослав Евдокимов, братья Раченко и многие другие. Ну, что грех отойти, вы же знаете, что сегодня в основном артисты работают и зарабатывают на корпоративках. Вот гуляет какой-нибудь богатый дядя, и он хочет, я хочу Баскова, а Баскова говорит, а я хочу вот столько-то. Ну и приезжает, выступает, да, он свою работу делает, но это нигде не учитывается. И даже если он исполняет авторские песни, авторы остаются не у дел. Но у вас какая-то очень легкая рука, потому что вы не только Колю Баскова вывели в Люди, вы еще его вывели на Геннадия Селезнева и Бориса Шпигеля, который стал его продюсером. Все, что я мог, я сделал на тот начальном этапе. У меня были осложнения с Борисом Акчем Шпигелем примерно года на два, когда мне позвонил один редактор из «Желтой газеты» и задавал такие какие-то очень провокационные вопросы, а я чистосердечно рассказывал, как есть. А потом в статье появились такие фразы, которых я не говорил, но они очень эффектные были. И за что я пострадал, потому что когда Борис Шпигель прочитал эту статью, естественно, его реакция была, он-то поверил в то, что это исходило от меня, но я таких слов не говорил. Я к нему всегда уважительно относился и благодарил его за то, что он помог Николаю Баскову состояться, потому что, что греха таить, одного таланта, знаете, сколько у нас в России талантливых людей? Огромное количество. Я считаю, что Коля в рубашке родился, потому что кроме того, что он одаренный человек, но еще вот ситуация так сложилась, что ему помогли хорошие люди. Но в самом правильном месте оказался с вашей песней Валерий Ионти в Монте-Карло на конкурсе Евровидения получил Гран-при. Это песня «Птица-плетки», да. Но это очень давно. 91-й год. Я знаю, что вы очень помогаете Анатолию Поперечному. А почему столь популярный автор должен нуждаться в помощи? Я считаю, что как я ему помогаю? Если с точки зрения материальной, это такая символическая помощь. Я думаю, что я больше ему стараюсь помочь сейчас именно морально, потому что человек, переживший такую серьезную операцию, ему нужна просто поддержка. Поэтому мы с ним каждый день созваниваемся, я его стимулирую к творчеству. И он мне каждый день диктует по телефону новые стихи. Я думаю, что это самое лучшее лекарство, которое может для него быть. Пусть обрывает раз в году, Праздник, которым пояжу, Радостью вновь душа полна, И от любви опять пена. Что касается, конечно, некоторых исполнителей, которые на его песнях сделали себе карьеру и, что грехратает, зарабатывают достаточно приличные деньги. Здесь для меня, я даже не буду называть, потому что это не главное, но есть такие популярные исполнители, которые отказались просто, отказались принимать участие в реальной помощи человеку, в которой он нуждался. Наши песни исполняют три поколения российских звезд. С кем вы ближе? Вы знаете, поскольку это проходила моя творческая судьба, вот уже будет 40 лет творческой деятельности, поэтому в каждый период, наверное, это были разные люди. В начале моего творческого пути это были Ленинграция, Дита Пьеха, Эдвард Хиль, молодая Люда Сенченко, специальная для которой я написал песню «Камушки», ее до сих пор народ поет. Потом уже Николай Игнатьюк с малиновым звоном, Миша Шуфутинский, многие другие. В каждый период у меня были в периоды очень такого наметился хороший тандем, плодотворный, и с Алипой Пугачевой, которая спела песню «Мой голубь закрылый». Был период, когда Филип Киркоров пел мои песни ту же пташечку. Я очень благодарен именно молодому поколению исполнителей, вот сегодняшним звездам, некоторым, не всем, но некоторым, которые, кстати, принимали участие в моем авторском вечере. Завидите кого-то, кроме Витаса. Прекрасно спела песню у детей релиза стополей на стихии Николая Русова «Лолита». Она дала ей новое дыхание. Кор Турецкого сразу же Урал представление, что песню «В горнице» «Мое стихло» должны петь только женщины. На конкурс одни девушки поют эту песню. Ну и вот, наконец, в концерте в Кремле Кор Турецкого 10 мужчин для Аты исполнили песню «В горнице». Надежда Кадышева, которая в основном все знают, что она поет песни мужа своего, Костюка, Саши. Я был удивлен, когда я пригласил их в свой концерт и сказал, что вот не могли бы исполнить «Малиновый звон» и «Зорь Куала». И они очень так отреагировали положительно, говорят, ну, это для нас большая честь, потому что мы любим эти песни. Вот таким образом Кадышева спела «Малиновый звон». Тем самым дала ей какую-то новую жизнь, новое дыхание. «Камушки», кстати, спела Натара Королева. Много было любопытных таких интересных исполнителей. Александр Сергеевич, сказать добрые слова про Аллу Борисовну и ничего не сказать о маршала российской песни из Вакобзона, это как надо понимать? А это надо понимать, что самое лучшее на десерт. Иосиф Кобзон это особая статья. Дело в том, что с этим человеком у меня связан не только творческий тандем такой, многолетний. Я еще писал для него песни, когда жил в Ленинграде. Благодаря его Сифу Кобзону, когда у меня был сложный момент в моей жизни и решалась моя судьба, вот где мне жить, в Москве или в Ленинграде. И наявость в Кобзон сделал все возможное, чтобы я переехал в Москву. До этого ушел из жизни замечательный композитор Женя Мартынов. И он, я как сейчас помню, он приехал и сказал на этом заседании, что вот от нас ушел Женя Мартынов, но к нам приехал Саша Морозов. это, наверное, всем пальчик. И вот благодаря ему я живу теперь в Москве. Вы уехали на Кипр, у вас там были сказочные условия, но почему-то там вы ничего не написали. Я купил там квартиру на берегу моря, райское место, все. Сажусь писать, ничего не пишется. И пытался много раз безрезультатно. Именно, наверное, по этой причине все-таки я оттуда сбежал. Александр, вы больше народный артист России или Украины? Наверное, все-таки я больше народный артист бывшего Советского Союза, потому что большинство моих популярных песен как раз было написано в тот период, когда был Советский Союз. А до этого были кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике? Да, это тоже было, но это было недолго, потому что я, когда приехал в Ленинград и побивал вот первые свои рекорды, параллельно я писал свои первые песни, которые мне захлестнули, и я стал пропускать тренировки, и, в общем-то, больше внимания уделял музыке, поэтому мои рекорды прекратили свой рост после того, как я написал свою первую песню «Травы пахнут мятой» «Очень непонятная тренировая любовь». Это был 68-й год. Травы пахнут мятойю, очень-очень-очень непонятная, это первая новизна. Многие считают ваши песни народными, и в то же время вы популярный композитор. Можно, правда, сказать, что вы попса? Пару лет назад в Нижегородской области я был на гастролях, и водитель, который меня возил на концерты, уговорил стоять к нему в деревню. Бабушки сидели, естественно, на скамеечках, в поточках, и когда я запел песню Зориала «Не покинь меня, не покинь». Смотрю, попивают, меня головка не кивает, и поют таким нижегородским акцентом. «Не покинь меня, не покинь меня, не покинь». Мне это стало любопытно, я после концерта спрашиваю бабуля, откуда вы знаете эту песню? А они мне так с благодарностью говорят, «Ой, сынок, спасибо, что спел эту песню, наши бабки еще пели эту песню». Вот как я впервые узнал, вернее, понял, что эта песня в народе считается народной, а чуть позже я действительно убедился в этом, открыв какой-то сборник караоке, сейчас популярное музицирование такое в народе караоке, там много моих песен, очень много моих фамилий, но вот напротив песни «В горнице мое светло» и «Зорь, караоке» стоят русские народные песни. «В горнице мое светло» «Это начало мой звезд ты и матушка возьмет и рот муча принесет муча» С одной стороны обидно, а с другой стороны я обрадовался, потому что я вспомнил пророческие такие слова Василия Павловна, славя Василия Павловна, нашего выдающегося автора подмосковных вечеров. Мой учитель кстати был и он мне сказал еще в 70-е годы Саша когда он кстати когда первый раз услышал «В горнице» и «Зорь Квалую», он уже почувствовал что эти песни могут прожить долго, потому что он был уже опытный зрелый человек и он говорил если тебе за свою жизнь удастся хотя бы одну песню написать которую путают с народной песней, ну считаешь что ты уже не зря родился этот свет Матушка возьмет ветру в очереди с водой Успех вам спасибо на меня Субтитры 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 Субтитры